Мы очень много говорили в течение последних лет о том, что происходит в стране. Мы очень много говорили о том, что нужно сделать для того, чтобы в нашей стране что-то изменить. Мы пытались любыми путями разоблачить всех тех, кто грабят нашу страну и тех, кто довели ее сегодня до того состояния, в котором она находится. В течение этих нескольких лет мы пережили огромное количество протестов. Мы прошли через несколько предвыборных кампаний. Мы делали все для того, чтобы довести наш месседж до каждого населенного пункта в стране, до каждого человека. Мы претендовали на то, что мы являемся третьей силой. Мы являемся политической партией, которая объединяет всех граждан Молдовы вне зависимости от национальности. Я говорил много раз, что я ненавижу большую часть молдавских политиков за то, что после развала Советского Союза нас делили на правых, левых, центральных. Мы начали определять, знаете, то есть нам начали каждому строить свой хлеб, чуть ли не как корову. Мы не коровы, мы не животные. Слово животные больше подходит к тем, которые довели страну до того состояния, в котором она находится. Я не позволю, чтобы дальше граждан Молдовы считали людьми третьего сорта. Ведь даже то, как относятся к нам за пределами Молдавии во многих странах, ведь это не проблема этих людей, это не качество этих людей, не образование этих людей, а это бестолковая внешняя и внутренняя политика в Республике Молдова. Когда люди с двумя-тремя высшими образованиями, одни из учителя стали плиточниками, врачи стали сварщиками, когда ветераны Великой Отечественной войны замерзают, про них у нас 90% чиновников вспоминает только 9 мая. Когда сегодня мы обязаны поломать все эти стереотипы, мы должны сделать все для того, чтобы, когда за пределами нашей страны человек вытаскивает, вынимает из кармана паспорт гражданина Республики Молдова, чтобы к нему относились так, как относятся к гражданам других государств. И я ввел совсем вот такой паспорт, что мы не имеем в том, что мы не имеем в том, что нас, мы не имеем в том, что мы видим, мы с вами занимаемся. Мы повешали к терроризму, экстремизму, молотов, коктейль. Я, как, боишься в плохотню, демняться глава РОП, сопер нет. Опять русские готовят с усадством государственный переворот. Страна в опасности, у них точная информация и так далее. Хочу отметить, что государственный переворот, если он не имел место в стране, то он имел в стране еще много месяцев назад. Это тогда, когда украли миллиард долларов, а за это посадили в фирму одного филата. Когда коррупционер и человек, который украл сотни миллионов долларов, еще настолько же обманул, у которого сотни миллионов долларов долгов в Москве, это мэр Аргеева, который строит из себя великого мецената, Вы знаете, очень хорошая схема. Украсть 500 миллионов долларов для того, чтобы потом 5 миллионов потратить на людей в Аргееве. То есть математика просто супер, понимаете? Молдавская математика, как я бы и говорил. Вы знаете, я понимаю, что сегодня ситуация самая сложная за весь период. Чтобы закончить с государственным переворотом, который сейчас попытается как-то прицепить к усатому, завтра будут выступать и говорить, что усатому пришлось срочно арестовать, потому что вот уже там были русские танки, там две «катюши», там нашли еще 200 бутылок молотого коктейля и так далее. Значит, этот номер у них не пройдет, потому что сегодня мы добились главного. Я считаю, что мы разбудили практически всю страну. Мы вместе объяснили всем тем, кто руководят Молдовой, что граждан Молдовы больше не обмануть. Сегодня арестовав меня, я уверен, что они только усилят протестное движение, потому что сегодня в стране все меньше и меньше остается людей, у которых протест заключается, акция протеста проходит дома на диване перед телевизором. Все больше и больше людей протестовало в течение последних нескольких месяцев. Здесь у нас, в палаточном городке перед правительством, сегодня важно, чтобы вне зависимости у кого какие взгляды, пророссийские, прорумынские, прорумынские, промолдавские, люди сегодня начали просыпаться и начали объединяться для того, чтобы сказать «нет» правящему режиму. Мы обязаны добиться досрочных парламентских выборов не из-за того, что мы рвемся во власть, и как некоторые аналитики, есть такие преступники, как Андреевский, этот старик-катабрик с бородой, вы его все знаете, который вчера выдвигают кандидатуру Плохотника, и он выходит в лево-в лево, усатый едет, сбег, все, надо срочно избирать премьер-министра. Люди, которые промывают мозги, я считаю, что они соучастники преступления, потому что есть аналитики, которые в течение всех этих лет выходили на тот или иной телеканал для того, чтобы рассказать людям о том, как в Молдове у нас все хорошо. Да, есть проблемы, да, есть ошибки, да, разобьем он в ВИТОР, ФРМОС, Европяк, после обьемши мальмуты реформы, шинжусти, шинжусти, деками. Мы обязаны сегодня добиться досрочных парламентских выборов для того, чтобы прекратили уничтожать нашу страну. Сегодня республика Молдова практически уничтожена с экономической точкой зрения. Но сегодня осталось одно – украсть свободу у всех граждан Молдовы, обрекая ее на то, что она станет колонией, возможно, соседнего государства. Меня не интересует, в каких банках и сколько денег у всех этих политиканов. Меня интересует то, что власть должна стране принадлежать тем людям, которые пытаются в этой стране что-то изменить. Сегодня власть принадлежит в республике Молдове народу. И когда 80% людей против правящего режима, когда 80% людей не согласны с тем, что происходит в Молдове, они обязаны распустить парламент и подать в отставку. И я уверен, что мы этого добьемся, чего бы нам это ни стоило. Когда вчера отклонили, когда вчера президент Тимофе отклонил кандидатуру Плохотника на должность премьер-министра, у нас началась сегодня вот эта медиатака, которая, говорю, в 8 утра, УСАПИ, ПСБ, Винруши, там, и так далее. Значит, оказывается, мы вчера надавили на президента и не дали возможность ему проголосовать за Плохотника. Вайдника, Сараку, понимаете? То есть, сегодня, так как произойдет, я думаю, то же самое, что вчера, не думал, а уверен. Сегодня Тимофе отклонит кандидатуру Плохотника. И сегодня в 14.00 готовится закрытое заседание парламента, про которое они не говорят по телевизору. У них задача сегодня собраться, они ищут голоса. Сегодня всю ночь искали депутатов и те, кто в Молдавии, и те, кто находится за ее пределами на отдыхе. Для того, чтобы сегодня проголосовать за эпичмент Тимофе. Ситуация очень простая. Голосуют за эпичмент Тимофе, отправляют его в отставку. До вечера у нас может быть решение Тенсионного суда, то, что это было сделано верно с точки зрения закона. После этого мы имеем исполняющие обязанности президента Канту, который выдвигает премьер-министра того, который с двух попыток уже не стал. Ситуация простая. Понимаете, да, мы критиковали Тимофе, мы делали все для того, чтобы его отправить в отставку, но это было другое время. Это было время, когда мы требовали отставку абсолютно всех. Тимофе у нас тоже есть вопросы. Он молчал, когда нас сняли с выборов, будучи президентом. Он молчал, когда спецслужбы давали ему ту или иную рекомендацию по событиям, которые происходят в стране. Он молчал, когда крали миллиард. Но, вы знаете, можно его частично простить после того, как он сделал вчера, что сделал вчера, Тимофе увидела вся страна. Он не побоялся выступить против Плакотника. Шантаж, уголовные дела, дети, все что угодно. Но он сказал нет. Я понимаю сегодня позицию Плакотника, но во многих интервью говорил, что знает этого человека более 10 лет. Поэтому легко его считаю и еще больше читаю. Я вчера только утром проснулся, посмотрел два-три сообщения, посмотрел, кто с кем встретился, о чем поговорил. Я уже понял, что платить кандидат в премьеры. Хотя я не верил, когда я опубликовал это видеообращение в социальных сетях. Так оно и произошло. Я знаю, как сегодня до трех часов ночи они решали в офисе. Что делать? У них две проблемы. Как назначить его премьера побыстрее? И вторая проблема, как быстрее посадить усажив. Я хочу сказать, что я согласен, чтобы вторую проблему реализовал частично. Ну, посадят меня на какой-то... Я готов на второй вариант, если никогда не получится первый. Этот человек никогда не станет ни премьер-министром, ни президентом. Я понимаю, что сегодня он по любому уголовному делу пытается меня осудить для того, чтобы потом сказать, что вот человек, который был осужден, не имеет права заниматься политикой, занимать должности и так далее. Все это понятно. Потому что вчера он получил жесточайший удар и удар, которого он не ожидал. Сегодня мы должны оставаться здесь до того момента, пока мы поймем, что будет происходить дальше. Мы должны понять, если отставка президента Тимофе произойдет, это один сценарий. Если они не найдут голоса для этой отставки, это другой сценарий. Очень серьезные проблемы сегодня в этом большинстве. Несколько депутатов ОДПМ уже отказались, их осталось 54. Хочу сообщить новость партнеру справа, ГИБУ, что два депутата либерала сегодня хотят покинуть фракцию и партию либералов, потому что они не согласны с политикой ГИБУ. И ГИБУ, который жил как в том анекдоте про грузинов кукла есть, кукла нет, ГИБУ, который жил по этому анекдоту, дальше как бы они считают его предателем и они хотят оттуда уходить. Тем более, что сегодня их двое. Я не удивлюсь, если до вечера их будет четверо и далее. Сегодня мы должны сконцентрироваться на том, пусть обвинять дальше, в государственном перевороте, в давлении на президента, чтобы мы решали плохотнику стать премьером или кому-то еще. Они могут делать сегодня уже все, что угодно. Наша основная задача в той день, когда они попытаются забраться для того, чтобы избрать премьера, не дать им это сделать. Тем более, для этого есть законные способы. А законный способ сегодня, это когда придут десятки тысяч людей со всей страны. Я уверен, сегодня нас много, завтра нас будет в два раза больше. Мы должны в ближайшие дни организовать мощнейшую акцию протеста для того, чтобы показать, что граждане Молдовы требуют досрочных парламентских выборов. Мы должны пройтись огромной колонной от въезда в город до центра Тишинева для того, чтобы все мировые СМИ увидели, что ситуацию в стране можно изменить только за счет досрочных парламентских выборов. сегодня могут все, что угодно предпринимать для того, чтобы сохранить власть тех, кто пытается через свадьбу организовать это большинство, которое не слепили из 50 с лишним депутатов. Сегодня, вы понимаете, каждый день все, что они делали, за это нужно возбуждать уголовное дело. вышло 14 депутатов из партии коммунистов, фракции коммунистов. Уголовное дело за коррупцию. Присоединились еще всем из ЛДП. Второе дело. Будут стараться громче. А сделайте пусть не фонит, потому что на самом деле, когда говоришь громче, начинаешь фонит. Разберите себя. Вы знаете, колонку сверху поставили, будет дальше слышать. Один, один. Скажите, чтобы колонку сверху поставили, и туда будет дальше слышать. Ну, колонку дайте погромче, так это уже не добивает. Один. Это специалист. Есть? Нормально сейчас? Получше. Можешь еще чуть-чуть добавить, но уже лучше. Значит. Вы знаете, так как сегодня ночью монтировали звук, экраны и так далее, то есть спасибо, что хотим успеть, иначе у нас была угроза остаться вообще без звука. Хотя лучше бы без звука остался весь Молдавский парламент. Желательно и без света, а не только без звука. на ближайшие несколько недель до 29 января, пока у них истекут все попытки избрать примеров. Я очень надеюсь на то, что каждый из вас донесет месседж до жителей ваших населенных пунктов, где вы живете. Я очень надеюсь на то, что мы разбудим Кишинев, потому что мы все знаем, что в Кишиневе живет больше всего граждан по сравнению с другими населенными пунктами. Я сегодня обращаюсь ко всем гражданам Молдовы. У меня одна единственная просьба ко всем сделать все для того, чтобы разбудить страну. Не нужно стесняться разговаривать. Сегодня я прошу всех, у кого есть социальные сети, у кого есть Facebook, Одноклассники, страницы ВКонтакте, где угодно. Ребята, делайте перепосты, поднимайте страну. Мы ближайшие дни, как я уже говорил, проведем мощнейшую акцию для того, чтобы разбудить всю страну. и людей должно быть максимально много. Потому что, поверьте, никакие кордоны, никакие заслоны полицейских не смогут помочь правящему режиму сохранить власть, если мы соберемся в количестве 40, 50, 70 тысяч человек. Самое главное, что эти тысячи людей, в том числе я вас очень благодарю за то, что вы сегодня здесь, представляете интересы 80 граждан Республики Молдовы, которые требуют досрочного выбора. Сегодня хочу еще раз обратиться ко всем силовикам. Я убедительно прошу полицейских, части из которых уже переметнулось к плохотнику. Я хочу обратиться к прокурорам, к работникам службы информации безопасности. Ребята, хватит покрывать правящий режим, потому что наступит день, когда за все незаконные действия нужно будет отвечать. Я предлагаю полицейским вспомнить, что произошло со многими их коллегами после событий 7 апреля. Сколько из них сегодня прячутся за рубежом? Люди, которые не виноваты в том, что произошло 7 апреля. Но у нас всегда привыкли делать виновными исполнителей простых полицейских. Руководители мы привыкли к тому, что они никогда не страдали. Сегодня все должны понимать, все они люди. И в силовых структурах, и в правительстве есть нормальные ребята. Да, они занимают небольшие должности, но это образованные люди, это люди, которые любят страну, и которые готовы сегодня работать на благо нашей Молдовы. Я много раз говорил о том, что Молдову, вы знаете, Молдову должны любить все. Молдова сегодня для всех нас, для нас Молдова как мама. Мы не выбираем маму, когда она болеет, либо когда она здорова. Мы не выбираем маму, когда она молодая, либо когда она в возрасте постарше. Мы не любим маму только тогда, когда она здорова. Поэтому сегодня для нас Молдова Родина это как мама. Мы обязаны ее любить и обязаны пойти до конца для того, чтобы что-то поменять. Спасибо. Я знаю, что здесь присутствуют представители практически всех районов Молдовы. Я попрошу тех, кто хотят выйти с обращения, кто хотят довести месседж до жителей своего города или села, подходите поближе к осцени, потому что сегодня, еще раз повторяю, мы можем хотеть все, что угодно, но если мы не объединим наши усилия, если мы не разбудим нашу Молдову, у нас ничего не получится. Я здесь с вами рядом, я просто должен обновлять информацию, хочу понять, что у них сейчас пойдет за кино, для того, чтобы понимать, как мы с вами должны среагировать, как мы всегда должны повесить для того, чтобы их преступный план не сработал и чтобы они не реализовали то, что они задумали. Спасибо еще раз. Бар Acts мой! Молдова нашу! Молда, базара. Буша! 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 О! Стр essentially, если у негоisis, Ура, ура! Ура, ура! Ура, ура! Ура, ура! Ура! Ура, ура! Ура, ура! Ура! Ура, ура! Ура! Ура, ура! Ура, ура! Ура, ура! Ура, ура! Ура, ура! Ура, ура! Ура! Ура, ура! Ура! Ура, ура! 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 Жесток отнюдь! Жесток отнюдь! Фарты-клар, фарты-бими. Это очень хороший месец, что люди, граждане Республики Молдова, его не хотят. И Молдовия будет лучше без него! Спасибо! Хочу вам представить человека, который вернулся в Молдову. Его долго искали, ждали. И он вернулся! Субтитры делал DimaTorzok У нас есть чай, да? Но чай есть, это в Кабе. Дорогие друзья, я только что закончил пресс-креференцию. Хочу вас проинформировать, о чем там шла речь, чтобы вы знали нашу четкую и ясную позицию. Вообще-то речь идет о трех существенных принципиальных моментах. Первое. Мы считаем, что в этом парламенте уже не может быть сформировано большинство, и они ничего хорошего для нашей страны сделать не смогут. Поэтому этот парламент нужно распускать любой ценой. Второе. Мы вместе с вами добивались отставки всех руководителей этой страны. Где-то нам удавалось. Стрельца отправили в отставку, Филата в тюрьму. Мы добивались отставки Тимофти с вами. И это было актуально в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, когда мы, социалисты, зарегистрировали инициативу в парламенте. Но сейчас отставка парламента, отставка Тимофти не актуальна. Если мы проголосуем в парламенте за отставку Тимофти, мы сделаем игру олигархов и унионистов. Поэтому я хочу вас проинформировать, что социалисты не будут участвовать в заседаниях в парламенте в январе. И не поддержат отставка Тимофти сегодня до конца января. Потом разберемся. Пусть распускает сначала парламент. Я уверен, дорогие друзья, я уверен, что вместе, если мы будем продолжать так же упорно вместе протестовать, я уверен, что мы всю эту банду разгоним и добьемся досрочных парламентских выборов. Нам осталось недолго. Конец марта, начало апреля, досрочные парламентские выборы. Но мы с вами должны быть вместе вот эти несколько, два, три, четыре дня в неделю. Они самые важные. Поэтому то, что вы сегодня пришли сюда, то, что вы будете рядом с нами в следующие дни, это очень-очень важно. В связи с этим я хочу объявить и попросить вас и всех пригласить на субботу на 12.00 на митинг протеста в пользу досрочных парламентских выборов. Здесь, перед парламентом. Мы с вами должны быть много, очень много, десятки тысяч человек. Мы заблокируем Стефана Чармаре и проведем большую протестную акцию. Призыв один. Роспуск парламента и досрочные парламентские выборы. Я уверен, что если мы с вами об этом заговорим громко и будем вместе, неважно, левые, правые, мы должны быть все вместе. Я очень рад, что на этой сцене, несмотря на то, что были разные интерпретации... Ренат Георгиевич, блин, моя практика. Были разные интерпретации там и так далее. Ну, бывают некоторые там... Юрий Николаевич, ты о прямом эфире на Facebook. Бывают некоторые там... Понятно. Ну, я думаю, что мы все через все это пройдем. Я знаю, что все мы волновались. Мне были сотни писем. Ренату было сотни писем. Ребята, найдите общий язык. Потому что для большинства граждан Республики Молдова то, что мы вместе начали протестовать в сентябре, появился, знаете, свет в конце туннеля. Вот тут Санцеляга есть. Это Садецкая, это дальше. Буронин, ну, проявленный национальный коммун. Конечно, это уже с медленным приводом. Поэтому я уверен, что мы добьем этих олигархов. Я уверен, что мы добьемся досрочных парламентских выборов. Я уверен, дорогие друзья, что парламентское большинство в следующем парламенте будет наше. И тогда мы все эти проблемы, и все, что они сделают, мы все это решим. Я вам обещаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВЕСЕЛА АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТЕ ГОВОРИТЕ ВЕСЕМЕНТЫ Ребята, значит, в субботу в 12.00 основной месяц для всей страны, что мы встречаемся здесь перед парламентом для того, чтобы сказать нет правящему режиму, для того, чтобы показать, что вся страна хочет только досрочных парламентских выборов. Да, одна очень важная деталь. Если сегодня не будет выделена ни одна кандидатура, то завтра, по нашему мнению, парламент можно уже распускать. Поэтому в субботу наши требования законны, роспуск парламента и досрочные парламентские выборы. И будем добивать их до тех пор, будем здесь с вами, только как в этих палатках уже несколько месяцев, будем дальше их добивать, чтобы распустили парламент. Потому что, не дай бог, вот говорили, что какой-то эпичность и так далее, у них голосов не хватит. Мы, социалисты, в парламент не пойдем. Мы не проголосуем. Если даже не сегодня попытаются, завтра, послезавтра собрать заседание парламента, в январе мы на парламент не идем на заседание. Мы пойдем только на том заседании, где пойдет роспуск парламента. И все и точка. Роспуск и досрочный. Конец. Марта, начало апреля. Есть один очень важный момент. Есть один очень важный момент. Если сегодня все-таки они что-то решат, ну то, чего мы пока на данный момент не знаем, с кандидатом примеры. И если на завтра будет назначено заседание парламента по избранию примера, может быть же такое, Игорь Николаевич? Я думаю, что так быстро убрать президента и попытаться созвать, ну в нашей стране все возможно, теоретически. Но если вдруг, не дай бог, это произойдет, то мы должны будем и завтра здесь. Да, переносим на завтра. Если вдруг они что-то сегодня нахимичат, и не дай бог созывают заседание парламента на завтра, мы с вами собираемся завтра здесь. Но об этом мы дополнительно вам скажем. Их нужно держать всегда в голову. Вот так. Иначе расслабились и пошли. Туда-сюда, туда-сюда. Мы, как я уже говорил, ждем той информации, которая у нас постепенно обновляется от патриотически настроенных офицеров, депутатов парламента. Мы ждем информацию о том, что сегодня может произойти. Ребята, ну сделайте что-то. Можно когда у нас первый разговаривают? Тихо, тихо. Значит, ребят, еще раз. Значит, я говорю, что есть наши представители с районов. Ильян, хай континуат Звой, есть и Николай Цепович, мой сын боезни и территорий. Ишитший в гольбе Звой, но и с кларификом Чайфача, мастер из Майдепартии. Спасибо. Спасибо вам, ребят. Полтюминь, депутат. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Мы будем винить. Победа будет за нами. Обязательно, обязательно будет за нами. Мой сын, протестовали здесь недели, саптамына, третья, нюня, третья. Мы будем винить. Потому что мы знаем попору. Молдова есть наша. Молдова не есть у них. Молдова есть у них. Кое-то. Букрую за то, что люди любят, что гражданам не все равно. Есть силы, есть тем. Они боятся народу. Это так и должно быть. И мы обязательно победим. Мы им не позволим сделать с Молдовой то, что они хотят. Поэтому есть наша партия. Поэтому мы воюем во мута пына-пына-пына-капы. Я хочу иметь ваше ко мне, Николай Цзкович. И вам скажу несколько важных вещей. Но я хочу сказать, что сфот, это не так. Это микрофон не и не и аль миров, не и аль миров, Николай Цзкович. Чи из-за неравая есть у атмосфера perfectом и демократичная сегодня, в сфере Парламенту? Чи из-за чего-то спустя это действительно Добрый день, мои друзья! Добрый день, Молдова! Я хочу поприветствовать здесь всех жителей этой страны, с каждого уголка, с каждого района, всех тех, которые устали от того, всего, что творится. Все те, которые видели вчерашний протест, которые я лично получил сотни мессажей, люди звонили, плакали, что они вынуждены идти на манифестацию, они вынуждены идти на протест, потому что их оставляют. Работники, газконтор, телекома, РЭСа и так далее. Почему людей должны выставлять? Почему люди должны приходить под давлением? Вы видели, являетесь жителями того, что люди даже не знают, почему они пришли. И вышел всеми нами известный Влад Плохотнюк, обратился к народу не больше двух минут и ушел. И в конце мы увидели одержимость нашего так называемого президента, перед которого мы пикетировали, которого мы доставляли в его ставку. Мы увидели его выдержанность, настойчивость, не побояться, отказать. Поэтому мы сегодня все здесь, потому что все вместе, вся страна, весь народ доказали, что не надо бояться, не надо жить за страхом, не надо ждать, что кто-то придет и постучится в двери. Надо выйти и сказать всему этому режиму нет. Нет и не будет того, что они хотят. Поэтому мы собрались здесь для того, чтобы сегодня, в эти минуты, сейчас 12 часов, снова же наш президент Николай Тимовский не принял повторную кандидатуру Влада Плохотняка. Поэтому не должен быть, что... О каком парламенте мы можем говорить? О каких депутатах мы можем говорить? Там 40% депутатов уже куплены и проданы. Не хочу никого обсуждать. Не хочу плохо говорить. Но когда депутаты переходят с партии в партию, это не депутаты. У нас один из пунктов был в нашей предвыборной кампании в 2014 году. Человек, который не депутат, прошел от той или иной партии, он отказывается от мандата и уходит. Дальше по списку идет следующий. Они должны быть перебежки, перебежки с партии в партию. Мы добьемся этого, чтобы это был один из первых пунктов. И был закон об этом, чтобы никто никуда не переходил. И чтобы сейчас нас не шантажировали общим большинством 56 депутатов. Я думаю, что 56 депутатов после вчерашнего отказа в Тимовске, уже большинство из них сожалеют о том, что они вошли в эту коллекцию. Поэтому мы здесь должны собираться, собираемся и будем собираться для того, чтобы власть была народа. И чтобы народ сделал свой выбор правильно. И чтобы были досрочные парламентские выборы. И мы все определились, какой курс, какая цель и для чего мы здесь. А тогда уже, когда выберут народ, не будет покупать депутат, а выберут депутатов заново. Тогда будем выбирать премьер-мистра, президента и следующих. Большинство из вас, дорогие друзья, являются свидетелями. 24 сентября мы первый раз разбили и поставили палаточный городок перед этим парламентом. Ни один из депутатов, не считая наших партнеров в парке социалистов, в других парках, не соизволил прийти и спросить, что вы здесь кушаете, зачем вы здесь собрались, для чего вы здесь ночуете в минус 22 градуса. По сегодняшний день люди ночуют, и мы вместе с ними. Никто не соизволил прийти и спросить, а предлагать чемоданы денег, сотни, тысячи, миллионы долларов за одного депутата, чтобы у них было большинство. Но они соизволили, они находят, а эти деньги раздать просто нуждающимся или народу не хотят. Поэтому мы еще раз должны сказать, нет этой власти и за досрочные парламентские выборы. Алигин! 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 А Вы можете строгать выборы, пока не обосим парламентом. Не обосим, у нас есть силы. Мы здесь и идем вверх! Вверх, вверх, вверх! 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 Мне нравится, это наши граждане. И мы обязательно победим. Я вижу, что больше и больше людей приходят нам на протест. Еще больше будут, как сказал Ренату, у нас есть обязанность разбудить Молдову. И мы ее разбудим обязательно. 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 Жёшь, благо пьют! Прямо пьют! Жёстenceм� хvietк! Жёстenceмаскопьют! Герうわ ancestralной сети. Триажинг вверх, Виктория! 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 Уважаемые друзья, вы знаете, что так же само, на такой же протест против правящего режима, против олигарха Влада Блокотника, собрались буквально 200-300 метров от нас, платформа «ДА». Мы общались, и вчера видели, была первая экспериментальная программа политика, где были три лидера, Рената Усатри, Андрей Анастасий и также Майя Сандру. Никто из них не сказал, что против. Никто не сказал. Мы не будем выяснять отношения в данный момент. Мы сегодня должны добиться одного. Снять, убрать от власти правящий режим и добиться досрочных выборов. Народ имеет право выбора. Кого выберет народ, тот и будет. Неважно, какое политформирование, неважно, какой курс. Должны выбрать народ, а потом будем выбирать и обсуждать, и решать, куда и с кем. Поэтому мы все сегодня собрались для того, чтобы еще раз не допустить того, что может случиться. Не допустить то, чтобы у нас украли наше будущее, чтобы у нас украли нашу страну, чтобы у нас украли наши традиции и обычаи. В этом всем есть одна большая проблема. То, что олигарх, который захватил сегодня страну, власть, руководство страны, рвется еще дальше к власти. Рвется на один из самых основных постов премьер-министра. Мы еще раз просим президента нашей страны не подписывать и не поддержать ту кандидатуру, которую выдвигает демократическая партия. Выдержать достоинство, выдержать упорство и еще раз доказать своему народу, что действительно президент должен быть и считаться с мнением народа. Поэтому мы за то, что были нарушены парламентские выборы, мы за то, что Кимовки не подписал и принялся лишнюю кандидатуру, потому что дальше так жить нельзя. doesn't��요! Продолжение следует... мы здесь, в спуе Парламенту, мы были в этом месте, мы были в Марию Дуэнер Националье в Парламе ДАВ, что здесь протестировали, что здесь се mobilизировали? Это кто-то, который спарит отыкан, по-настоящему, вектору geopolitик? Я вам скажу очень sincerу, что это не спарит, но теперь, что-то теперь, Это лапа против револю, лапа против револю. Мы будем молдовы, гадыжи, ромыни, булгари, руси, мы будем церковные церкви. Мы хотим о царе нормальной. Мы хотим, мы и наших детей, чтобы жить здесь. Как сказал мой, мы с другими партнерами, мы будем говорить. Мы очень важно, что мы желаем альтернативное, и это очень очень claro, что мы желаем, некоторые partители, но, а самая большая большинство Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Дорогие друзья, вы все были свидетелями вчерашнего спектакля, который организовала Димпартия перед театром оперы и балета. Вы знаете, что во многих районах мы провожали их на этот спектакль людей. Люди не виноваты, их заставляли силы. Среди них были даже наши сторонники, но они не хотят потерять работу. И я считаю, что это неправильно. Людей не должны заставлять. Мы видели их лица. Половина из них не знали, куда едут вообще. Остальная половина просто были пьяные, им было все равно. Вы видели в соцсетях, я выставлял ролики, как они с аккордеонами, самогоном ехали поддерживать Плохотнюка. Я видел их лица и вечером, потому что мы как и програжали, так и встречали их. Вы знаете, у многих были счастливые лица. А счастливые лица были, потому что Тимофти отклонил кандидатуру Плохотнюка, и они не участвовали. Не участвовали в процессе захвата Моногы. Вы знаете, я считаю, что долг каждого из нас быть сегодня, завтра, послезавтра, столько, сколько нужно, пока мы не вернем нашу страну нам назад. Мы не должны никому, мы должны к Плохотнюку, потому что он захватил, мол, Телеков, захватил все западные, северо-западные центральные электросети. Мы носим ему деньги сами, ежемесячно оплачивая эти счета, и они оседают у него в кармане. Поэтому мы должны один раз остановиться и сказать нет. Жест Плохотнюк! 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 Продолжение следует... Libertate! 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 в нашей Гаговузии. Уважаемые граждане Молдовы, я обращаюсь к вам с этой высокой трибуны по одному простому случаю, что вчера, когда старались нам подсобить кандидата Лохотнюка, я вам хочу сказать о нем вот что. Он может и человек хороший, но управлять государством он не специалист. По той простой причине, что все депутаты пытаются его выбрать премьер-министром. Но запомните, сколько бы они выбирали, они выбирают премьер-министров, они получаются премьерными заготовителями. И недалек тот день, когда весь народ Молдовы и все земли сдадут, и мы будем прозябать, чтобы вы это знали во веки веков, земля, это народная, а не отдельных личностей. И вы посмотрите, что случилось у нас в государстве. Да, действительно, кое-кого закрыли. Но надо было закрыть целую добрую десятку, и уже бы мы не мерзли тут в этих палатках, и у нас бы жизнь пошла бы. Сегодня нам говорят о том, что сделают эту страну премьерной, и он будет очень красивый. Но, однако, мы как шли, так и идем в рыбу, в яму, к мусорному бату. Ведь запомните, я не жаждаю, не хочу сказать вам о том, что о советских временах, но было время, когда этот край был цветущим краем, и народ Молдовы этим годился. И вы были уважаемыми. Уважаемые. Сегодня я вам хочу сказать вообще ответственностью, вот это все, что училили, это учинил для начала один из личностей, тех, кто старается нам всегда говорить. Это рука Кремля, это рука Москвы, это Владимир Путин нам делает. Я вам вот что скажу. В недалекие годы, когда-то Николай, Владимир Николаевич в Воронин вернулся не оттуда-нибудь, а с Москвы. И он вернулся оттуда с чистыми листами, набросал себе программку и начал нам говорить одно. И Гагаузия дала за него 83% голосов, и он нас всех обманул. Он даже нам присягнул о том, что он первый Гагауз. Но однако он нам ничего не дал, как и молдаваням. Ведь все молдаване имеют родственников в России. Имеют, конечно, и в Европе тоже. Я не сторонник, я не противник, чтобы не дружить с Европой или с румынами, с соседями. Все мы люди, и мы все понимаем. Но бандитизму надо поставить конец. Жорст, плохопью! Жорст, плохопью! Жорст, плохопью! Не забудьте о том, все зависит от нас. От нас зависит от вас. И Гагаузия, Гагаузия уже это проходило. И сегодня у нас вот этот альянс, который называется Туани, какая-то коалиция. Это бандитизм. У меня все. Спасибо. Спасибо. Гагаузия с вами! Гагаузия, ты всех веришь! Да! Гагаузия, ты всех веришь! Спасибо, Гагаузия! Боштан Денис, значит, добро пожаловать на Гагаузском. Боштан Денис, спасибо, Гагаузия! Гагаузия, амуроз courses, Гагаузия, Гагауз asks, вы IPO Молдова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Глана! Главное! Главное, молодец! Главное, молодец! Ветеслав Дамбур, Материалул Ренатул Статей! Главное! Спасибо, дорогие собраковые! Спасибо, дорогие молодец! Спасибо, дорогие дорогие! Продолжение следует... 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 Молдова! 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 Продолжение следует... 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 Правящие власти устроили террор малому бизнесу. Многие люди знают, что такое стоять у прилавков на базаре за нищенские гроши. Господин Плохотнюк оккупировал всю Молдавию. Я обращаюсь к вам, а больше всего обращаюсь к жителям всей Молдавии. Поддержать нас, выйти на митинге протеста до победного конца. Победа за нами! Победа за нами! Спасибо, Бесарабка, Мусульмец, Басарабяска, Мерджи, Маги, Паркин, Скину, Парки, Дуны, Нотру, Водук, Латвый, Гейн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Которые подписались под так называемое большинство поддержку Плохотюка. Эти все семь отозвали своей подписью. Сейчас мне очень важно посмотреть, что будет сейчас за... Что будет сейчас. Спасибо. Победа за мной! Победа за мной! Победа за мной! Победа за мной! Вам что-то, я слышу. Знаете, сейчас очень важно посмотреть, что до вечера будет с этими двумя либералами, которые должны уйти от гимн. Нам очень важно сейчас доколят и целые раскулим Михаил Федорович в партии до либерал. И самое главное, ведь то, что отказались от одного кандидата, не значит, что не проголосуют за другого. Понимаете, у нас же в Молдавии ситуация может поменяться за одну ночь. Иногда люди специально, там кто-то недоволен для того, чтобы больше принесли просто на следующий день. То есть такие ситуации у нас тоже не новость. Но сам факт, что лед тронулся, там уже такой бардак, что сегодня в два часа не будет никакого закрытого заседания парламента. Соответственно, не будет как минимум сегодня никакого импичмента президенту. То есть, потому что когда у них начались проблемы с формированием большинства, как бы, ну, уже им есть чем заниматься. Тем более, для импичмента нужно более 60. Поэтому мы ждем, мы наблюдаем. Нам очень важно, чтобы сегодняшний день не прошел зря. Чтобы то, что мы находимся сегодня здесь, дало какие-то результаты. Результаты могут быть разные. Понимаете, сам факт, когда протестное движение в стране растет, вы же поймите, те силы депутатов ЛДП, которые двое там вышли с утра, сейчас еще пять там передумали, это они так себя ведут, потому что видят, какое настроение в стране. Если бы не было протеста вчера, не было бы протеста сегодня, они бы под шумом все проголосовали и не было бы никаких проблем. Поэтому пусть мы маленькими шагами, но очень уверены, мы должны двигаться только вперед, что приведет к нашей уверенной и большой победе. Молдова! Молдова, Молдова! Огромное спасибо всем, кто есть. Не стесняйтесь, у кого есть телефоны с собой. Одноклассники в фейсбук. Выставляйте фотографии. Ну, если тема протеста нарушала Молдовь. Мы на протесте в центре Кишина. Вы поймите, у одного 100 друзей, у одного 3000, у третьего 500, у одного в друзьях мальчики, у другого только девочки. Это уже не важно, понимаете. То есть главное, что сегодня давайте реально разбудим страну. Не надо этого стесняться, потому что это наше общее дело. И какой бы ни был исход от этой ситуации, я однозначно пойду до конца. Плохотюк идет до конца, будут пугать меня арестами, переворотами, КГБ, МАСАР, СРАИ, весь тот бред, который несут его телеканалы. Он идет до конца. Я тоже пойду до конца. А сила вправде, и мы обязательно победим. КОНСКИЙ КЛЕЗНОЙ МАСАР. КОНСКИЙ КЛЕЗНОЙ МАСАР. Играет музыка Аșa, vă mulțumesc mult și mă bucur enorm că suntem toți, aici, grămadă, uniți, pentru a-i arăta că ne-am trezit la viață, pentru a arăta întregii țări că trebuie să-și întoarcă țara înapoi. Trebuie să o scoată din captivitate. Într-adevăr, supresiunea prezenții noastre în piață. Vedeți că unii deputați deja le mai vine mintea la cap și își retrag semnăturile din lista rușinii. Este deja bine, pentru că, în fine, cei pe care oamenii, poporul, i-au ales, i-au delegat cu încredere pentru a rezolva problemele țării în Parlament, au venit acolo și n-au făcut altceva decât ne-au trădat pe toți împreună și cu ei care împarte. Au uitat cine i-a votat, electorat comunist, electorat liberal, au scuipat în crederea noastră și pentru dividende personale, pentru fotorii calde, pentru bani, pentru poziții, pentru funcții, au semnat sub această petiție a lor de a-l investi pe cel mai corrupt, pe cel mai criminal om din această țară, în funcție de prim-ministru. Nu se poate să se întâmple nouă așa ceva și nu vom permite acest lucru, dar îl vom putea face numai atunci când, într-adevăr, așa cum spune video-ul nostru Renato Osatui, vom încerca să mobilizăm pe fiecare, frati, surori, cu mătri, prieteni, vicini, să iasă aici, înrături de noi și să susțină sus și tare alegeri anticipate. Vrem alegeri! Știți bine că în alegerile locale, partidul nostru a avut un rezultat foarte bun, știți bine că avem primari în 45 de localități din țară, știți bine că avem consilieni peste 700, dar nimeni dintre colegii noștri nu au făcut așa cum fac ăștia de la guvernare, nu au folosit resursele administrative pentru a ne aduce în piață. Am venit singur, am venit binevol, am venit conștient, de aceea eu cu mare plăcere o să acord cuvântul colegilor noștri și o să începem cu cel mai tânăr primar domnișoară de Moldova, Cunina Cereteu, primar de Rochia. Bună ziua, Moldova! Bună ziua, sunați prieteni! Mulțumim tuturor celor care s-au adunat astăzi aici. Noi în primarie, după cum a menționat și doamna Elena, suntem 12 de oraș, 33 de sache, am venit astăzi din nou, pentru că niciodată nu ne-a fost frică să ieșim în fața mulțimii și să vorbim adevărul, să spunem adevărul lui pe nume, nu ne este frică, chiar dacă, cu riscurile, ne le asumăm pe toate. Mâine, poi mâine, vor căuta și de urma noastră să mai găsească ceva, pentru că cu toții suntem martori la ceea ce se întâmplă astăzi în țara noastră. Am venit astăzi cu un înghemd către toți să spunem nu regimului Placătniu, să spunem nu regimului dictatorial, împreună, uniți, să salvem Moldova din captivitatea. Puteți să verificați cu toții, da, dispunem de resurse administrative, dar nimeni astăzi nu a venit forțat, nu a venit din obligație astăzi aici în fața dumneavoastră sau prin rândurile dumneavoastră. Au venit benevol, au venit pentru că vor să lupte, pentru ca Moldova să fie a noastră, pentru ca să fim liberi să spunem ce e ce gândim și ce vrem, să nu ne fie frică, chiar dacă televiziunile capturate de seară vor arăta că noi am fost puțini, cu siguranță așa va fi. Să știți că noi, în realitate, suntem foarte mulți. Noi suntem puterea. Aici sunt reprezentanții celor mai curajoși, cei mai puternici care vor și luptă pentru dreptate, pentru ca țara să fie a noastră, Moldova să fie a noastră, a poporului. Noi suntem puterea. Noi suntem puterea. Stimați prieteni, o să vă spun așa, ca la înțelege, ieri cineva dintre cei care au fost aduși cu forța spre seară spuneau, Noi totuși vă invidiem pe voi, pentru că cei care merg cu voi, merg cu inimă bună, merg binevol, cu veselie, pentru că ei se duc singuri, pentru că vor să lupte pentru țara noastră, pentru colțorul nostru de rai. Dar cei care au fost aduși ieri, au fost aduși cu forța, cu silă. Nu mă neimilă de ei, dar noi demonstrăm și îndemnăm astăzi ca să lupte, să lupte pentru drepturile noastre, să luptăm pentru țara noastră. Alegere anticipate! Vrem alege! Alegere anticipate! Alegere anticipate! În contextul acestui ce a spus Mina despre mitul odierii organizat de PD, că oamenii au fost aduși și forțați în povestea aici, lângă scenă, un coleg de-al nostru, că ieri un reprezentant al PD-ului venit din unul din Raioane, mergând, făcând drum înapoi spre Raionul său, cu autobusul plin de oameni, în drum au primit vestea că Nicolae Timofte nu a acceptat candidatura lui Vlad Placătniuc. Și povestea omul că oamenii, autobuzul ăla plin de oameni, care au venit, au fost aduși, forțați la Chișinău să-l susține pe Placătniuc, când au auzit gheția, au început să aplaude că Placătniuc nu a fost investit. Asta este! Asta este și haideți să-mi mai ajutăm să stângăm! Jost, Placătniuc! 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 Asta este! Jost, Placătniuc! Jost, Placătniuc! Jost! Asta este! Asta este! Jost, Placătniuc! 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 Это неспустно. Это неспустно, потому что гипотелы и потому что у нас есть неспустно, потому что у консилий райональной в которые плакатин и у него продают пречевинти, вверху с бортсетка в район, которые у них будут опозитиваться из наших предприятий. Это неспустно, но они все-таки раздеваются. Они обучаются, и они любят, которые спадут. И так, чтобы проводить результаты Продолжение следует... 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 Я не могу сказать, что я сегодня здесь. Время! 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 Я вам тоже вам говорю, чтобы то, что, кто говорил сейчас, были очень молодости, для Руси Еделет. Продолжение следует... 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 Доброе утро! Miciuni și promisiuni. Doi, vreau să vin cu un mesaj, folțindu-mă de moment că sunt prezent toți reprezentanții mașmedia, vreau să fac un îndemn să recunoaștem. Nu am venit aici că ne-a chematul satelor, nu am venit aici că vrem funcții, nu am venit aici că vrem la guvernare, am venit că patria le cheamă, patria-i în perică, dragii mei, patria! Dar singura scala democratică pentru a ne-ntoarce patria, pentru a nu-i o permite, nu doar singurei persoane pro-hătniu, dar întregului lui clan sunt alegerile anticipate. Vrem anticipate! 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 Noi vrem și vor fi anticipate, o să vedeți, suntem foarte, foarte aproape. Mă ușim brisque nașii țării, dați roși nu îi văd. Ea ni abisatilna, abisatilna bude. Dar ghezea, strimați prieteni, ocnița, ocnița noastră, l-am pe bunul meu coleg, care a protestat Субтитры создавал DimaTorzok 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 Виктория! Виктория! Субтитры создавал După-Sari! Виктория! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы поддерживаете. Спасибо, что вы есть. Главное, чтобы мы были едины. Партида у Монстру объединяет нас. Молдаване, гагаузы, болгары, украинцы, русские. Неважно. Главное, чтобы мы были сильны. А сильны мы будем только вместе. Нет разницы. Не надо делить одних и других. Не надо думать, что... Так и Молдаван, ну и он. Так и Булгар, ну и он. Но и требуется не у ним. Но и с ним тем Молдувей. Молдова! 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 Спасибо, спасибо. Вы видите, что творится сейчас на Ближнем Востоке. Вы видите, что творится в Украине. Из-за неправильной политики. Из-за того, что люди выбрали олигархов, которые стоят в парламенте. Которые диктуют и просто руководят нами. И считают, что мы стадо баранов. Это не так. Я прошу прощения за сказанные слова. Но так и есть. Они считают нас никем. Они нас вообще никем не считают. Это глупо. Это наша страна. Это наша Молдова. Мы должны объединиться. Молдова! 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 Сила в правде. Спасибо всем. Браво! Молдова! 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 Продолжение следует... Молдова! С passat Yeah! Потому что сегодня не только один митинг антиплахатниук, но и праздник. У коллеги от Опнита мне помнит о бурной традиции. В Молдове, в 14 января, в 19-е веке, он работает с семенатом. Дом Николай, из Единец, из нашей страны, от Опнита. От Опнита, от Опнита, с Семенатой. Здравствуйте, господинцы! Я вам покажу, что вы все. Семенатой, в 19-е веке, в 19-е веке, в 19-е веке, в 19-е веке, в 19-е веке. В 19-е веке! Веке, в 19-е веке. Веке, в 19-е веке! Веке, веке! Веке, Веке! Вы понимаете, что мы и я, как мы все вместе, в городе, в городе, мы сделали как братья. Мне кажется, что мы хотим здесь, чтобы мы встретимся, мы спросим к семье, к другим и к другим, и мне только сердце, один перед другим. Я хочу сказать еще несколько слов для наших руководителей, мне, как нормальный человек, мне нравится, так понедлительные, так тканеты, так много раз言って, мне не знаю, как мне... Я стою здесь, на этот парламент, я не хочу их лепить, не хочу я поступать. Мы должны, я думаю, чтобы мы спрогаим, чтобы мы сходим здесь, Жост плакатью! 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 Жост плакатья! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! 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 так же, как мы делали это раньше, в 11.00. С 10 до 11 мы собираемся у цирка, и оттуда там нормальная парковка, все помещаются, и оттуда красиво большой колонны. Идем сюда, и самое главное, прошу вас еще раз, привлекайте как можно больше людей. Я благодарен всем вам за то, что вы увезли в районы все флаги Молдовы, флаги нашей партии, но я вас хочу также попросить, возьмите их, пожалуйста, в субботу с собой, потому что станок уже не успевает, понимаете, то есть работает. Мы закажем до субботы там какое-то количество, берите флаги с собой, и самое главное, берите друзей, товарищей. Борог, вентуарты иньма, информанс, тосчета тенеги Република Молдова, астызныма есть у мажоритати парламентарных, ну, пати фиолет при министре, Тимофти, сын, и копачил, шинлой третий день грижи, катота шансы мерга, пын, андата, гидоузычного луку. В январе касавим алеги, античитайте, тоатка цара кулаште фарти бини, учась термин алеги. Виктория! 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 ЖОС-ДИКТАТУРА! 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 ЖОСТ ДИКТАТУРА! 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 МОЛДОВА! 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 ЗАДОВА! МОЛДОВА! 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 ВАШЕ РУКИ, РЕБЯТА! Где мы с вами? Кто, если не мы с нами? Плывет нас за мечтами Ведь мы устали, просто мы все хотим жить Мы хотим жить Кто, если не мы с сердцами? Выбираем правду с вами Ведь мы устали, просто мы все хотим жить Кто, если не мы, граждане своей страны Кто, если не мы, граждане своей страны Кто, если не мы, граждане своей страны Всем спасибо! Я вас очень люблю! Мы хотим жить Кто, если не мы, сердцами Выбираем правду с вами Ведь мы устали, просто мы Все хотим жить Кто, если не мы, граждане своей страны Кто, если не мы, свою судьбу решать должны Кто, если не мы, кто, кто, если не мы Кто, если не мы, кто, если не мы Граждане своей страны Кто, если не мы, свою судьбу решать должны Кто из-за него? Кто из-за него? Кто из-за него? Кто из-за него? В чем сила, друзья? Спасибо! До субботы, до 10.00, еще раз низкий вам поклон. Спасибо за то, что вы делаете. В субботу пойдем повеселей. Может, пойдем погуляем еще по Тишиневу где-то. 20 тысяч человек направо, 20 тысяч налево. Поедем к Тиморде, споем самый лучший день. А день будет самый лучший, потому что нас много на целая страна. Я вас люблю, ребят, до субботы. В субботу 10.00 перед цирком. Ренатоп! 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 Спасибо большое! До субботы! Побесы, Победы, Молдога! Победы!